Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И каждую роль, каждый выход на сцену принимала на ура Он уже стал королем Но этот королизм, можно так сказать Не выделялся, что только я и я все мое Он был бесконечно гибкий Он был бесконечно творческий И понимал, где его роль Где он может выложиться А где он может подыграть Он на это дело не обижался Он человек с большой буквы Я считаю, что Таких людей очень мало Каждый его день был расписан буквально по минутам Репетиции, съемки, спектакли Ему казалось, что он должен успеть еще очень многое Но организм не выдержал этого ритма В начале января 2008 года От рака легких скончался Александр Абдулов Он, конечно, себя не жалел Он себя тратил И, наверное, я бы сказал, сгорел Если бы чуть-чуть, может быть, помедленнее Может быть, еще бы и жил Я долго братью по свету Я видел множество принцесс Вы Вы не похожи ни на одну из них Известность Александру Абдулову Принесла роль медведя в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» На следующее утро после показа картины Его знала вся страна Ну, он там действительно очень хорош Он еще совсем молодой Бог дал ему такое лицо И не обделил талантом Так что там все, мне кажется, на своем месте Это человек, у которого Так сказать, внутри бьется настоящее сердце Это человек очень сильный, энергичный Он знает, что он хочет от жизни Но он трогательный В самой жизни Ну, в снайперскую десятку Посмотрев фильм, миллионы девушек Захотели оказаться на месте принцессы Которую должен был поцеловать Этот страстный красавец Но сердце артиста было уже занято Там царила актриса Ирина Алферова Такой вот западный тип артиста Красавец Высокий Талантливый человек Мишка! Катюха! Ой, какой ты грязный, невритый Абдулах и Алферова Вновь оказались на одной съемочной площадке В 2007 году В сериале «Капкан» Режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский Давно мечтали поработать с Александром И, наконец, такая возможность предоставилась Признавайся, наверное, направо-налево крутил, да? Романы? Было, было Важно найти актера, который бы сам был загадкой Который бы держал Которого было все время, как говорится Три пишем, там, пять в уме И вот тут-то мы вспомнили Как раз и о Саше Но он никогда не держал Фигу в кармане И что-то там хитрил Он никогда не хитрил Он такой был очень Прямой и открытый Герой в жизни Герой, да Получив согласие Абдулова Режиссеры стали искать достойную партнершу Кандидатура Ирины Алферовой пришла сразу Но Усков и Краснопольский не знали Как оба актера отнесутся к подобному предложению Я ему звоню Саш, а вот такая вот дикая мысль Понимаешь, для того, чтобы поинтриговать зрителя А давай Я приглашу Иру Алферову Я ожидал Все, что угодно Это прекрасно Да ты что, с ума сошел Или там, я не знаю, еще он мог наговорить Все, что угодно, когда он горячий Была пауза такая, знаете Актерская, мхатовская пауза Он сказал, говорит Старик, а это ведь, по-моему, неплохая мысль Я не могу целовать Этот? Вот, я не буду целоваться Ну что, друган, прости Чего? Теперь мы одни Она говорит, ой, с Сашей играть Я говорю, а что? Пауза Саша, а как он? Он сказал, с удовольствием с Иркой будет играть Я говорю, ну тогда я с ним с удовольствием И мы нашли вот эту пару Ну а остальное дело техники В этом фильме Александр Абдулов сыграл очень резкого человека Неверного мужа, несправедливо обвиненного в убийстве жены Отца, помогающего дочери избавиться от алкогольной зависимости Только на такие сложные роли актер и соглашался От любой сцены лирической, мягкой, постельной сцены, романтической И кончая руганью, когда у него глаза излучали вообще Ну и как артиллерийский выстрел готовы были, так сказать, послать свой снаряд куда-то Вот такого, такой амплитуды, такой силы был Александр Абдулов Вот есть люди с харизмой, да, вот у него есть образ какой-то Или у него просто вот есть какая-то вот то, что у него получается круто Он это делает, он запоминает и вот везде это использует А у него, мне кажется, у него все получается круто Вот так вот, это дано на самом деле немногим Он артист от Бога Уже на съемках сериала здоровье порой подводило актера Но он никогда не жаловался И как бы плохо себя не чувствовал, все равно выходил на съемочную площадку Когда он появлялся за кадром, он еще не был в кадре Он только шел в сцену, которую мы, так сказать, с ним предварительно говорили Ну он там, там пока грим ему доправляли, все Пока мы с оператором там возились, что-то делали Он уже шел, мы понимали, что он идет с хорошим настроением Он говорит, а где этот фотограф, который сейчас мой крупный план снова испортит И это уже все воспринимали хохотом Так, ну а где мой дружище с палкой которой, вот так Ну мы обнимались, вот, и начинали работать С приездом! Привет, женушка! Миша! О, кого мы видим! Как ты похудел! Ой, родной! Слышь, да, это очень простой По-моему, я вовремя Он у нас уже иногда чувствовал себя плохо На съемках у него болела голова Он так где-то посидит немножко Я говорю, Саша, иди полежи в свой вагончик-то О, где-то я пойду, я там, я усну И у него вот в последнее время с здоровьем В то время было, ну, не очень хорошо Я помню, что у него была такая Воспаление лицевого нерва И несмотря на это он приехал вместе со всеми То есть без всяких вот таких вот моментов Без нервов Абсолютно как все Сидел и ждал И просто можно было удивиться только Такой выдержке, такому профессионализму Что, ну, не знаю, просто после этого Стыдно просто встать И когда у тебя что-то болит Говорить, ребята, у меня что-то болит Ну, так себя просто, ну, нельзя вести Вот, хочется учиться у таких людей Все, 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 все Спокойся Все 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 Я ухожу Вот ключи Я ухожу на совсем В советском кинематографе За Александром Абдуловым Прочно закрепилась амплуа героя-любовника После выхода фильма «Карнавал» Ирину Муравьеву останавливали на улицах И сожалели, что у нее ничего не получилось С красавцем Никитой Я смотрел на него снизу вверх Потому что он был достаточно еще молодой человек Но для меня уже вот какая-то такая икона, я бы сказал Абдулов как-то сказал о начале своей карьеры Кинопробы я прохожу все время А играет потом Костолевский Это было своеобразное соперничество Оба актера претендовали и на роль Ивана в «Чародеях» Но предпочтение тогда отдали Александру Абдулову Ой, вы кто? Ваня Как вы здесь оказались? Я здесь сейчас все объясню Я твой Иванушка, понимаешь? И ты должна меня поцеловать Мы видели, как из кадра в кадр Из фильма в фильм Меняется его облик в кадре Как он умеет перестроиться внутренне Как у него глаз все время наполняется Все большей и большей силой Александру было тесно в рамках одного амплуа героя-любовника И во многих картинах он появляется в характерных ролях второго плана Исполненных с не меньшим блеском Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море Его бедная девушка ждала на берегу Ждала-ждала, пока не дождалась Тогда сбросила себе последнюю одежду И тоже бросилась в бурное море И сия пучина поглотила ее в один момент В общем, все уберли Есть актеры, которые всю жизнь играют героев Другие всю жизнь играют характерных героев А если удается совмещать и то, и другое То, мне кажется, это просто говорит о классе актера На съемках, я помню, он предлагает кучу вариантов Захарову А я думаю, как же так вот Он предлагает кучу вариантов А я не могу сделать, мне трудно сделать тот единственный вариант Который мне предлагает Захаров Потом я наблюдал и за ним, и за другими артистами За Янковским, за Тихоновым И потом, спустя какое-то время, я научился Предлагать еще варианты режиссеров Но тогда для себя это отметил, что Абдулов это умеет Александр родился в театральной семье Его отец был режиссером И воспитывал в сыне отношение к театру как к храму В 1974 году Марк Захаров пригласил Абдулова в театр имени Ленинского комсомола С тех пор и до последних дней жизнь актера была неразрывно связана с Ленкомом Это ко мне Где, где эта идиотка? Я ее сейчас изувечиваю Только спокойно, тихо, мы не одни Брэд, а кто пришел? Это наш компаньон с Толбозом, мы беседуем Это было вполне убедительно, интересно Не говоря уже о работах в кино Поэтому вот так я бы не говорил, где он больше преуспел Мне кажется, и там, и там Для него театр и жизнь в театре Это была, ну, как бы, второй его настоящей жизни Одной из самых известных театральных работ Абдулова Долгое время считалась роль в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось», Которая собирает аншлаги и сегодня Долгое время В первом году Омолодили состав спектакля «Гамлет» Я играл роль Абдулова Лаэрта И даже в какой-то момент Дима Певцов мне сказал Я про тебя понял, ты играешь абдуловские роли Ну, наверное, отчасти, да Тот же Глумов, тот же Лаэрт и Фернандо Лопес Абдулов самой значительной своей работой в театре Считал спектакль «Варвар и еретик» Это была сценическая версия романа Достоевского «Игрок» За роль в которой артист был удостоен премии фонда Станиславского и «Хрустальный турандот» Полина Да? Полин Да? Не уходи, а? Останься на этой земле Пусть на ней Останется Восьмое чудо света Настолько это было проникновенно Настолько это было не только органично на камеру И вообще там, мне кажется, у всех были мурашки, когда он это говорил Ну, «Варвар», да, конечно, это его одна из лучших работ, наверное, так Абдулов всегда с благодарностью вспоминал актеров, с которыми ему приходилось вместе работать Особенно он ценил встречи с Евгением Леоновым и Татьяной Пельцер Вместе с которыми играл в спектакле «Поминальная молитва» Скажите, Федя, нет ли у вас на памяти какой-то красивой истории, как старик полюбил молодую? Боже мой, вам-то это зачем? Федя, вы слава богу, ты еврей! Не учитесь у нас дурному, не отвечайте вопросом на вопрос Ну, Абдулов, мне кажется, мог играть, и играл и характерный, и остро характерный Взять его Минахима Мендала в «Поминальной молитве» Очень смешно он это делал, здорово, заразительно, интересно, на аплодисменты просто каждый выход Рэп Терри, вы меня сто лет знаете, я человек молодой, современный, но от политики держусь в стороне Абдулов был плотно занят в репертуаре театра и постоянно получал предложение сняться в очередной картине Нередко это становилось причиной недоразумений и даже скандалов И на общем собрании, так ему и сказал режиссер, к сожалению, Саша, больше твоих, так сказать, опозданий Твоих, так сказать, съемок мы выдержать не можем Мы вынуждены, так сказать, с тобой расстаться И он сказал, ну что ж Что ж, я ведь занимался тоже, так сказать, не лежал на боку Я снимался, можно было какие-то компромиссы найти Значит, как говорится, не сработались На что Фаина Раневская сказала, остановись, Саша И обратилась ко всем А на кого зритель будет ходить, если вы его уберете? Вот дословные слова Фаины Раневской Он отдавался работе целиком и полностью По-другому просто не умел За свою жизнь Абдулов сыграл более ста ролей в кино и десятки ролей в театре И каждый из них отдавал часть своей души Он из себя представлял такой генератор идей И он же еще и локомотив, который тащит это все на себе И он существовал в каком-то сумасшедшем ритме И, может быть, это отчасти и послужило причиной Начала там заболевания, скажем Даже не хочется говорить, если честно, что вот был человек и нет человека Он с нами, потому что много очень хороших фильмов, которые я люблю Который любят все люди, на которых воспитывается не одно поколение Где он сыграл потрясающие роли И вообще я считаю, что это классно И всегда с его присутствием была душевность, была сердечность А без него, ну, в какой-то степени и зрители, и мы, режиссеры, осиротели Приходят в голову разные сравнения с Высоцким, с Далем Но при этом есть Зельдин, которому очень много лет Дай бог ему здоровья Видимо, у каждого какая-то своя судьба И, конечно, жалко Но ничего не поделаешь Последние годы Абдулов стал пробовать себя в режиссуре Финальной его картиной стал фильм «Лузер» Он хотел снять свою иронию судьбы Которая радовала бы зрителей в новогодние праздники У него была задумка новой картины И он собирался снять ее за 12 дней А там же был продюсер картины «Капкан» Говорит, Саша, это нереально Он говорит, смотри И он начал по дням ему расписывать, где, что, какие кадры, что снимаем В итоге он снял эту картину, по-моему, не за 12, а где и за 15 Во время работы над этой картиной Абдулов и узнал о своей страшной болезни Раке легких четвертой степени Это известие он воспринял мужественно И без боя сдаваться не собирался И, конечно, для нас, для всех То, что он ушел из жизни так неожиданно Он боролся Он поехал, я помню, в Тибет Он поехал еще куда-то Еще куда-то В Китай он до этого ездил Но, увы, как говорится Надо проверять себя Особенно, когда возраст Я думаю, он снимал бы как режиссер И это становилось бы все лучше и лучше Очень красивого человека мы потеряли Известие о смерти Александра Абдулова Шокировало многих Друзья, коллеги и миллионы поклонников Отказывались верить, что этого актера больше нет Мне позвонила мама И сказала, что Не стало Абдулова Я тут же перезвонил Александру Викторовичу Збруеву Он Не поверил В первый момент Но уже, когда я приехал в театр Уже все было понятно Я уже Сашу встретил Только тогда, когда он лежал на сцене театра Нас Витя Раков и Сережа Степанченко провели Какими-то немыслимыми Партизанскими тропами Козними тропами Чтобы нас публика не разорвала Потому что зал был полный И огромная очередь Попасть в этот театр Чтобы отдать дань Великому артисту Великому маэстро Он действительно, Сашка, был Не забывай Об этом узнали все Узнали сразу И узнали, как Ну это ужасно, на самом деле Не хочется об этом говорить Потому что для меня Я хочу думать, что Все-таки Ну не хочется думать о плохом Хочется, что он жив Потому что он реально жив Вот в нашем понимании Он жив Потому что он столько сделал Переход от молодого человека К пожилому Вот мы как раз и не увидели Потому что Александр Гаврилович Взял и собрался Да ушел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok